В этом году, я имею в виду в 2021 году, усилия агрономической службы, наших аграриев, Ростовской области, прийти всего, увенчались очень хорошими результатами в том плане, что нам удалось размножить и запустить в производство необходимое уже довольно достаточное количество семян. Это уникальная культура и этого сорта, который по итогам работы выставки достижений народного хозяйства «Золотая осень» в этом году получил золотую медаль, которую мы сегодня с особым удовольствием вам всем демонстрируем. АПЛОДИСМЕНТЫ Исключительные биологические особенности этой культуры и этого сорта дают возможность нам сказать сегодня, что, вот, имея, получив такой сорт, мы можем сделать серьезный прорыв в селскохозяйственном производстве. Почему? Это, прежде всего, его высокие морфобиологические особенности, которые позволяют максимально в условиях заслуги селегокавказского региона воплотить в производство. Это, прежде всего. Во-вторых, очень высокая питательная ценность, высокая аналитическая оценка. Но и для нас, как Агрария, очень интересен еще один момент – экономическая целесообразность возделывания. Вы знаете, что цены были вам излучены. Естественно, рынок вносит некоторые изменения в этом плане. Но будем уверены в том, что и на следующий год тенденция будет сохранена. И в такой тяжелой ситуации такая культура принесет нам очень хорошие результаты еще по нескольким причинам. Это, прежде всего, великолепный предшественник для нашей стратегической культуры озимой пшеницы. Это, прежде всего. Следующее – это ее стабильная урожайность, которая, вне зависимости от почвенно-климатических условий, дает очень хорошую урожайность. Еще очень высокая адаптивность для наших непростых почвенно-климатических условий. А благодаря наличию клубеньковых бактерий, способность обогащать почвенность дополнительным азотом, создает нам возможность сократить некоторые внесения и азотных удавлений в перспективу. Что является главным аргументом его более широкого внедрения? Это нужно, прежде всего, сказать по насыщенности севооборота, в частности, сохранение плодородия за счет вырабатывания азота. Это небольшие производственные затраты, возможность выращивания этой культуры, монокультуры, что очень важно, и приспособленность к выращиванию наших донских экстремальных условий. Что еще хотелось бы сказать, пользуясь возможностью, что мы на Дону и на территории Северного Кавказа пока, к сожалению, не очень активно выращиваем эту культуру, и это, наверное, не совсем правильно. Мы знаем, что многие сопредельные территории с большим ревением хотят заполучить семена этого сорта, Донская краснозерная, для выращивания своей зоны. А нам, как патриотам нашей территории, хочется, чтобы этот сорт, по большому счету, занял, прежде всего, необходимую территорию на нашей Донской земле и сопредельных территорий Северо-Кавказского обувя. По технологии возделывания, хочу сказать, что в большей степени она подходит по технологии выращивания гороха. Не буду забирать основные элементы, а не Алексей Петрович, присутствующий здесь у нас, будет выступать следующим докладчиком у нас. Главный лимитирующий фактор – это выравнивание почвы и получение дружных, хороших, ровных сходов. Это основные элементы. Все остальное по технологии гороха. За исключением, что нет необходимости работать с брухусом, поскольку такого вредителя нет и не предвидится в ближайшее время как такового. Мы, в случае, если наши аграрии приобретают семена, обеспечиваем научное сопровождение, полное выращивание этого сорта и оказываем практическую помощь в выращивании его для получения максимальной выраженности. Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить всех превышенных, не такие простые метеорологические условия превышенные на сегодняшнее наше заседание клуба и пожелать всем высокой выраженности и, как актуально сегодня, всем крепкого здоровья и благополучия во всех наших начинаниях. Спасибо. Спасибо. Николай Григорьевич, Вы урожайность не назвали сорта. Можете поделиться? За 7 лет наблюдений, а мы, как я Вам уже сказал, и селекционно-семеноводческую проработку у Алексея Петровича проводили от 15 до 26, но не более пока 30 центнеров. К сожалению, вот в этой зоне, где мы выращиваем его, не было, наверное, Алексей Петрович подтвердит, ни одного года более-менее благоприятного по увлажнению. К огромному сожалению. Если у сорта создаются более-менее благоприятные условия, то этот сорт максимально может сформировать урожайность от 35 до 45 центнеров зерна сектара. То есть урожайность зависит главным образом от количества влаги? Ну, это один из элементов. Естественно, почвенное плодородие, соблюдение технологий возделывания. Ахиллесово питает осорные растения, которые зачастую забирают большую часть питательных веществ. С ними тоже надо научиться работать. Но это все технологические моменты, которые мы очень легко решаем и устраняем в процессе работы с нашими клиентами. Алексей Павлович, когда мы начинали мероприятие, заметил, что чечевицу не очень любят, потому что она то не растет, то полегает. Вот ваш сорт не страдает. Растет темпы начального роста довольно хорошие полегания. По-моему, один год Алексей Павлович был, и то склонность где-то 1-2 балла всего. Он низкорослый. Естественно, поскольку низкорослый, он требует очень хорошего выравнивания поля. Поверхность поля должна быть выравнена идеально для того, чтобы комбайны работали беспроблемно. Это у Алексея Петровича удачным, да? Как выравнивать? Да. Хорошо. Спасибо. Порох рентабельности какой урожайность по чечевице? Не обязательно вашего сорта, а вообще. Значит, по большому счету на сегодняшний день уровень рентабельности этой культуры сопоставим с азимой пшеницей вполне. Порох рентабельности. Сколько надо получить центнеров с лектара, чтобы выйти на ноль? 10-15 центнеров с учетом урожайности этой культуры и ее востребованности будет вполне достаточно. Ясно. То есть в условиях Ростовской области, Краснодарского окраина это реально получено? Всего Северного Кавказа это реальнейшая цифра. А Краснозерная, Донская районирована по всему югу России? С Северокавказскому региону, шестой регион. Угу. По всему. Есть вопросы в зале к селекционеру? Вот когда мы собирались, когда регистрировались, люди говорили, что интерес к чечевице высок. Поэтому используйте эту возможность. Скажите, пожалуйста. Да, пожалуйста. Как устойчиво сорт к расщеплению? Это самая появляющаяся культура, и поэтому вопрос к расщеплению, если вы имеете репродукционность, как и положено согласно закону о семеновольствах Российской Федерации, то четвертой репродукции его можно выращивать без проблем. Спасибо. Еще, да? Пожалуйста, лучший предшественник и давление. Ага, спасибо. Значит, лучший предшественник, редко используемый у нас такой термин, как черный пар, а в производстве – это озимая по озимой, второй год подряд. Вы сами понимаете, да? По удобрениям. Значит, азот, фосфор, калий, ну, N30, P60, калий 30-40 вполне достаточно. В основном очень хорошо используют азотфиксирующие бактерии, уленьковые бактерии. За счет этого формируется хорошая биомасса. Но, учитывая то, что мы последние годы, по крайней мере, на территории Ростовской области активно вносим фосфорное калийное удобрение, то после действия их вполне достаточно для этого выращивания такого урожая, которым я вам называю. О, пожалуйста, Татсинский район. Николай Григорьевич, скажите, пожалуйста, а в условиях севера области как себя показывает ваш сорт непосредственно в производстве? Вот рядышком со мной Семен Григорьевич Потапов, который по новым делам технологии выращивал этот сорт. И уровень урожайности также... В Боковском районе. В Боковском районе от 10 до 15 центнеров гарантирован. Есть еще вопросы? Есть, да? А вот эти вот гербициды в подлинное применение? Это отдельный вопрос. Мы ответим вам в одной беседе. Ну, а может быть, многих, если многих интересует по гербициду, вы сказали, что засоренность – это проблема именно для чечевицы. Да, это проблема. И главная проблема заключается в том, что официально разрешенных, внесенных в список разрешенных гербицидов под эту культуру не существует. Пока что. Мы работали с Министерством сельского хозяйства. Вопрос этот был в проработке на этот год. Я надеюсь, что через год-через два мы получим официальное разрешение по гербицидам и будем давать более конкретные рекомендации по этому вопросу. А сейчас только механическое. Да. Ясно. Ладно, сейчас мы перейдем к нему. Больше нет вопросов, Николай Григорьевич? Ну, он с нами остается, поэтому можно будет и позже пообщаться. Ну, а мы двигаемся дальше.